Мы ребенку явно не нравимся Прошло 500 лет и ничего не изменилось Друзья, после того, как наш красавчик, пустынный волк, проехал с нами все это расстояние, мы хотим его продать К нам подъезжают в каждой стране по несколько человек с предложениями купить машину И вот очередная попытка у ребят его купить, а у нас его продать Значит, изначально мы назвали цену 3000 евро Но, короче, мы согласились сразу скинуть цену до 2750 Простойку будешь говорить? Только изменилось Простойку и левую Левую А, ту же и с такой депресс Левую Левую Почему? Что-то левое хочешь поменять? Колодки А, брейк-пад Окей, окей Как долго ты планируешь, чтобы остаться здесь? 1 часа Да, 1 часа Сегодня? Ты живешь сегодня? Да, сейчас О, мой Бог! Все, чувак обломался сразу Да, да, да Из Германии Да, да Я понимаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю Пробег? Смолк Окей, мои друзья, я думаю, что я хочу быть готовым сегодня Я хочу быть готовым сегодняшним сегодняшним Короче, ты говоришь, самое раннее время, когда я могу купить только завтра Я хочу купить эту машину, но нет времени у вас Я хочу купить эту машину Ну что, когда мы продадим? Не знаю, то ли вымораживаются, что денег нет Типа, сегодня мы не готовы, завтра Он говорит, да, он говорит, сегодня может не успеет там собрать, снять еще что-нибудь Да пофигу нам, пускай успеет, успеет, не успеет, не успеет Займет, если что Конечно Вот, мы заплатили 50 евро за скорость, нам сделали визу за 10 минут Так что сейчас едем в ресторан Что ж, друзья, время обед И сейчас мы приехали Первый раз нормально пообедать в хорошем ресторане Мы выбрали 5-звездочный отель И сейчас загрузимся в его ресторан И очень надеемся Хорошо пообедать Мы обедаем шикарно А все почему? Нет, ну смотри, мы сейчас еще при чем Нет, а почему мы работаем, обедаем в таком месте шикарном? Почему оно такое шикарное? Потому что у нас за спиной бесплатно Просто вот так происходит все Просто тут кроме нас никого нет Все в костюмах Всех костюмов, галки Все важные, капец И сейчас еще народу стало гораздо меньше Когда пришли, тут просто толкнулся Вот, вдруг он не слышит, но какой-то галдеж Все выступали Все кушали Ну, шикарное место Видно, что весь бизнес африканский стекается сюда Значит, поели Шведский стол Слава за всех заплатил Вот наш столик Поели, попили И поехали Здесь пятизвездочный отель Собирают всякие делегации Много олоновских машин Много иностранцев Много Людей Которые Прям видно, что они такие Какие-то директоры Президенты Всяких Стран Соседних И мы случайно Опали на их семинар Когда они выступали И заодно Поели И мы стартуем В город Джанэ Чтобы смотреть Те великолепные здания Которые нам обещали Из глины, соломы и говна Рогично, я бы сказал Ребят, очень часто На дорогах Мали Мы встречаем вот такой знак Мы абсолютно не понимаем Что он означает Может быть Может быть Здесь Нам очень интересно Кто знает, что это Напишите в комментариях Что означает этот знак Ребят, мы находимся В Мали В городе Сигу Мы сюда приехали Для того, чтобы посмотреть Старинные храмы Племени Дагонов Но Прикол оказался в том Что Путеводитель нам показал Храм Мы туда приехали Отказался Совершенно современный храм Мы спросили Показали фотографию Из интернета Из достопримечательностей Попросили Подсказать нам Где это На что он на лагу Сусал Чуваки Здесь такого нету Давайте Езжайте дальше В Джанэ Это все оттуда Поэтому вот такой прикол Из интернета Оказался Того, чего здесь На самом деле нет И вот сейчас Мы едем в Джанэ И у меня за спиной Мы видели нечто подобное Но это понятно Что Современное здание Стивилизованное По старину Поэтому мы решили Остановиться Маленько поснимать Выглядит реально круто Потому что Здание Вот с такого стиля Делаются Из Смеси навоза Глины И соломы Но Что-то похожее По крайней мере Есть какой-то Глиняный карьер В котором сейчас Образовался Прикольный пруд Посмотрите Как изменилась Архитектура Африканских деревень Вот в Мале Она такая Вся из глины Все домики Облеплены глиной Квадратные Никаких соломенных крыш За редким исключением Вот какие-то Такие сооружения В которых есть Соломенные крыши Вот видишь Они стоят на бревнах Эти домики Вот зачем Интерация Нет И только эти Вот они маленькие Стоят на бревнах Рома встречает утро Вода здесь Прямо скажем Та еще Поэтому Во избежание Дизентерии Желтухи Гепатита Да-да-да-да Пользуемся водой Только из бутылок Надеемся Сохранить Хотя бы частично Своё здоровье Ребята Мы едем в город Джанне И по дороге Нам осталось Буквально 20 километров Мы проезжаем Вот такие вот деревни Которые нельзя Просто не выйти И не посмотреть Не погулять по ним Вот так вот Быт Ой, глядю Древних догонов Племя Гордая Свободолюбимая Племя Главное Смотри Какое сооружение Очень странное Формы Туалета Храм Это храм Храм Мечеть Пойдемте Посмотрим Ну да Вот это первое Здание Из глины Соломы И навоза Вы понимаете Что вот Прошло 500 лет И ничего не изменилось Слушай, да Вот она прям Смотри Солома Нет, я имею в виду Что вот Эти сооружения Каждый раз подновляют После сезона дождей Это понятно Я имею в виду Что идешь По деревне Ты понимаешь Что быт Не изменился Но появились Пластиковые стулья Подожди А вот эти два Громкоговорители Сверху Но появились Громкоговорители Но принципиально Ничего не изменилось А еще Глядя вот на то Где мы гуляем Хочется Чтобы Вы задумались О следующем Насколько все Относительно В этом мире Вот мы попадая В эти отели В африканский Постоянно задумываемся О том Что как хорошо Как что у нас есть Горячая вода Но глядя вот на это Начинаешь задумываться Не только Что хорошо Горячая вода есть Хорошо Что холодная вода есть А у этих ребят Я так думаю Хорошо Что вообще вода есть Поэтому Когда вам кажется Что вам чего-то Не хватает Подумайте о том Как живут Вот эти люди А можно Как там выйти-то? Как там выйти-то? А можно я туда заберу? Куда? Посмотрю Посмотрю просто Какой-то камыш Ребят Это короче Хранилище Для Корма для скота Сорти 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 Культурной Африки Не Мне жена Такой не носит Спасибо Если ты на мотоцикле Твоя жизнь Проще Во всех отношениях Например Не надо ждать Парома Все Можно воспользоваться Местной Отсуткой Да Можно воспользоваться Местной лодкой Видишь Просто так взял Сейчас он закинет Мотоцикл внутрь И отвезет его Вот и все Наш паром подходит Помещается Три машины На паром Точнее машины И два грузовика Что в целом Нормально Паром стоит Пять тысяч Песа Пять тысяч Сев Пример Десять долларов За две машины Причаливаем Парень уже опускает Пантон Чтобы мы могли съехать Редактор субтитров А.Семкин